...электронами, поэтому стоящие здесь операнты МА и окресты будем относить, ну, например, к лептону электрон. Тогда, соответственно, МВ-Крест будет относиться к антирептону. То есть здесь электрон, здесь позикрон. Ну, а эта нейтральная частица, у ней соответствующая оперантация МВ-Крест будет отвечать порождение и уничтожение одной и той же нейтральной частицы. Пусть это будет Хиггсовский бозон. Константа Ж считается взводной. Ну, вот выводить мы её не будем, но в стандартной модели она имеет вполне конкретное выражение. Давайте я её даже и вывешу. Да. Да. Здесь фигурирует эта констанция массы электронов. Отсюда видно только плочень. Да. Сама констанция безразмерная. Одно подходит та, что у меня масса электрона в массе дублевоапазона. Масса электрона, я надеюсь, вы помните, это примерно пол лептон будет. А масса дублевоапазона существенно больше. А почему дублевоапазон? Что? Почему дублевоапазон? Это же вроде взаимодействия Хиггса и... Да. Но я говорю, что это всё... Я не смогу вам вывести, да? Это всё следует из стандартной модели. Мы принимаем это как назначенное сверху значение, а изучаем просто такую теорию возмущений. Это действительно теория возмущения, поскольку константа действительно маленькая. Это отношение массы электронов к массе дублевоапазона, величина порядка, там что-то такое, 10 км. А вот этот параметр синус угла Лайберга или синус слабого взаимодействия. Он известен тоже хорошо экспериментально. Обычно в этой квадратной причины 0,20. Итак, нам сегодня предстоит, наконец-то, от простых занятий теоретической теорией, значит, так, квадратное свободного поля, первый порядок теории возмущений, да? Мы только начинаем основы фельдмовского подхода, фельдмовские диаграммы осваивать. И уже в этом месте мы можем столкнуться с теми вещами, которые отвечают прямо расчётным величинам, связанным с экспериментом. Более того, на этом достаточно примитивном примере мы попробуем познакомиться даже с некоторыми волнующими проблемами современности. Причём они окажутся имеющими отношения, в том числе и к я. Итак, если рассматривать эту вершину и называть таким вот образом соответствующие частицы, у нас будет взаимодействие Хиггсовского глазола с двумя лептонами. Ну и соответствующие возможности, которые здесь есть, легко перечислить. Это может быть, в принципе, этот заряд, первый порядок теории возмущений описывает процессы такого сорта. Или переход электронных газитрона в электронных газитрона плюс Хиггсовский базон. Описывает то, описывает, но процесс, оказывается, на самом деле, в реальности идти не может из-за законного сохранения. А вот процесс такого сорта идти может. И интересно сосчитать его величину. Тем более, что сейчас уже Хиггсовский базон считается открытым, известна его масса. И стоит вопросом более-менее четком определении его ширины. Итак, давайте познакомимся вот с этим процессом. Распад Хиггсовского базона на электрон и позитрон. Значит, это сначала просто схема самого процесса. Хиггсовский базон с импульсом на 4-х уровня цинка распадается на электрон, который у нас считается частицей, и позитрон, который считается античастицей. Электрон будет с импульсом, скажем, П-. Позитрон с импульсом П-. Но у нашей схемы разговора, это должна быть частица, движущаяся обратно по времени. То есть, не будет соответствовать минус-плюс. Вот такая вот картинка. Основное взаимодействие соответственно описывается оператором, который переводит начальное состояние, или конечное состояние. Ну хорошо. Что касается... Давайте теперь поговорим. Поскольку такие процессы для скалярных частиц мы проходили, мы смотрели распад П-0 на П-плюс и П-минус, при условии, что условно масса П-0 больше, чем сумма масс двух заряженных пионов. Мы очень хочется проверить, как вы все это освоили. С чего начинается наш разговор? Как выглядит начальное состояние? Как выглядит конечное состояние в этой задаче? Я вас попрошу. Начальное состояние, то есть у нас должен... В смысле, когда получаешься, опять-то должен ходить, когда состояние приходит. Это состояние с одним фиксовским газом. Соответственно у нас должен быть окрестный. Почему? Контрест. Ну, а. Так, стекретный. ồнихаясь. Ага. Стекретный. Вот. Соответственно у него должно быть правильный танк. Вот. Дальше. Конечное состояние. Конечное состояние у нас или в том есть и подлитон. received. Соответственно у нас должно быть tin. А-пред,acy, цик ouрове. Да. Вот. Вот здесь у нас P минус, а здесь, соответственно, P плюс, в смысле комплектор. Правильно, всё. На состояние 0. Но эти состояния, это не столярная частица, а спиновая. Поэтому им ещё нужен индекс спиновый. А, да, согласен. Значит, у нас здесь будет сигма. Здесь сигма димус такая, а здесь будет сигма плюс. Замечательно. Хорошо, садись по кругу. Итак, начальное состояние у нас известно. Дальше. Что касается оператора взаимодействия? Он тоже нам должен быть известен. Я вас попрошу. А, где он написан? Нет, это оператор взаимодействия и оператор развития. С оператор. Это есть P оператор. Так, на экспоненту только с мышленткой по этому. На экспоненту какую? Минус. Интеграл. Минус. Минус. Вот. На самом деле это не возмущение, а плоткость оператора возмущения. Поэтому нужно взять это. Вовсе. Мы у пространство. Так. Вовсе. 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 в константе g да? а в первой поле это в константе g возникнет когда возлагаем экспонент мы выбросили 1 и останется только 90 g интеграл d4x вот от этого возмущения причем оператор упорядочения этого времени тоже можно выбросить, поскольку здесь только одно время хорошо, после этого мы организовываем маточные ремня да? он выглядит достаточно просто нужно этот оператор поместить между этими состояниями то плиток у нас получится такой здесь будет интеграл d4x так, а дальше а дальше возникнут вот эти операторы стоящие между таким обкладками ну, в частности операторы спиновных частиц спиновных частиц будет стоять между этими операторами в начальном состоянии спиновных частиц нет а в конечном состоянии есть вот эта штука если мы ее возьмем сопряженная то здесь получится соответственно b уже не крест, а просто да? а b плюс сегма плюс и а а b минус сегма минус что касается что касается оператора хикса то он будет стоять между вакуумом и начальным состоянием которые есть таким образом под знаком интеграла у нас получились только функции са эту функцию мы любили называть буквой f поскольку она связана с большим а эту по традиции от скалярного в данном случае называли буквой f с этой не было никаких проблем разговор был такой нужно было этот оператор потянуть налево и действуя на вакуумных состояниях он дождь если по дороге он не встретит его цепь без креста цепь без креста цепь без креста имеется в составе вот этой суммы если там стоит индекс к то суммы мы собрали по какому-то другому индексу например х3 да вот и встретившись с этим индексом c при коннутировании мы получим дельта к к штрих то есть возникнет то что называется сверткой ну а это означает что из всей суммы по к штрих заработает только одно слагаемое в котором к штрих равняется к и коэффициент который он источит будет включать в себя вот эту экспоненту при к штрих равном к так что тут все было очень просто стояла экспонент на самом деле это по-моему естественно здесь лежит в квантовой механике да начальные частицы отвечает плоская ума этот ноутбль связан с некоторой энергиологой ноутбль здесь ситуация немножко хитрее потому что если изменить идет прав а то потянувши его на право я опять-таки получу ноль если только по дороге я встречу окрест окрест у нас имеется вот в этом месте так вот и значит нам по дороге при коммутировании с этим опять здесь будет сумма по б штрих и сигма штрих да по дороге коммутирование а с окрестом даст нам соответствующий символ кроникера по P P' по σ σ' и останутся вот эти вот множители из всей суммы, в которых P' равняется P, а σ' равняется σ- ну всё, мы сделали, таким образом отсюда вот этот, который стоит засвернуть с этим ангеландром, выскочить на обучение E в степени минус, P' плюс и P' минус плюс обязательно его вводим ну и что новое будет по сравнению с колябурным вручем, это вот этот самый спинор после этого вся эта структура исчезнет, мы её дальше можете рассматривать начинается новый столб, тянем B налево и опять получаем 0, если только по дороге нам не встретится B-крест а B-крест может быть вот в этом месте я прошу, чтобы мы понимали, что вот это тоже очень естественная штука в квантовой механике это такая же плоская волна, только поскольку она стоит в конечном состоянии, она сопряжена аналогично мы получим, между прочим, и здесь, посмотрите мы получим E в степени E, P' плюс X на такой же самый корень вот, и придем в качестве нор, чтобы вы будете выступать без пинора B так что, в принципе, получилось равно то, что было и в скалярном случае, за исключением вот этих двух лишних множителей, да? после этого, вот все эти экспоненты готовы к нам вот такой результат интеграл, да, минус P' уже такая уставница все экспоненты дадут так было печь вверх на цель от минус P' минус P' минус P' кроме того, у вас здесь большое количество вот этих самых корней вверх так и что ещё останется? и останется вот это дополнительное слагаемое Ну, вспоминая, что вот эти вот множители i, 2 пи, 4 пи и вся эта вот канализия есть коэффициент пропорциональности между нашей функцией s и тематичной амплитудой рассеяния мы сразу окончательно получаем утверждение, что для этого процесса и тематичной амплитудой рассеяния раньше была просто –g, а теперь ветофункция разрешает такой расход, но все, что осталось, это просто, теперь уже осталось просто сосчитать, каким для чего им есть Более того, я теперь вот примерно в смысле могу сказать себе вещи Если я начну раскрывать, что скрывается здесь под оператором развития То что останется у меня в первом приближении В первом приближении останется только точка, которая соответствует вот этой самой лонке Начальному состоянию соответствовала плоская волна Конечному состоянию соответствовала плоская волна, домноженная на спиноль Таким образом, у нас получилась возможность такой ответ запоминать через этот рисунок Подпишемся, если это и есть диаграмма Фейнона, о которой мы потом еще немножко более подробнее будем говорить То, что я хотел, чтобы вас отчерпелось, то никакого особого содержания в этом рисунке нету Содержательно все заключается в наших вычислениях Вот это есть содержательный ответ А та картина, есть мнемоническое правило, как это содержательный ответ запоминать или воспроизводить Понятно, да? А теперь попробуем рассудить, как это нужно вычислять Удобно стартовать от картины, где Хиггсовский бозон покоится Потом происходит распад Как бы он ни происходил, пусть, например, сюда летит электрон А сюда позитрон Я всегда могу Я всегда могу в системе центра масс В системе покоя, в данном случае Хиггсовского бозона Они должны двигаться вдоль-вдоль прямой Эту прямую я могу взять в качестве оси z И тогда сюда летит электрон Со спиральностью То есть проекция спина на направление движения сигма минус Сюда летит электрон Со спиральностью То есть проекция на свое поиск движения сигма плюс Да Нет, да Прошу прощения Все сильно зависит от того, что мы понимаем под этой штукой Если это спиральности, то будет все так, как я сказал Если что может быть для вас более привычно Это проекция на ось z То тогда Если здесь есть положительная проекция На ось z То для того, чтобы Соблюдался закон сохранения Здесь должна быть отрицательная проекция, да? Это означает Отсюда автоматически, что Должно быть такое равенство Сигма плюс Должно непринетно равняться Сигма минус Ну и конечно P минус Должно равняться минус P плюс После этого ответ у нас уже почти готово Да Он непременно должен быть пропорционален Сигма минус Сигма минус Минус Сигма плюс Ну а дальше Ясно, что по размерности он должен быть пропорционален Некоторой массе Ну и если Подставить Соответствующие Спиноры Причем самому Стандартном виде Это Вещь очень простая Но требует Хорошего понимания Что такое Спинор для частицы Точнее Беспинор И что такое Беспинор для античастицы В конспекте Довольно подробно Рассказано Как это можно сделать Попробуйте это Сделать сами Вы даже уже делали на семинаре, да? Нет? Ну в общем Все это вполне поучительно А ответ Выглядит Следующим образом Так Из Вот этой Волновой функции Выскочит ФИ Поскольку это Величина Зарядов Сображенная У Там Вольф Матрица Содержащая И Здесь Будет Величена Пропорционная Масса И Скорость Электрона Скорость Электрона В нашей системе Единиц Электрона 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 Вм Электрона 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 То есть и по сигну плюс, и по сигну минус, да? Что же мы получим? Мы получим отсюда g в квадрате на нас у хиксовского бозона в квадрате на в электронное в квадрате Так, что нам даст суммирование вот этого урожения? Вообще-то у нас четыре возможности, да? Сигма плюс равняется плюс минус 1,2 Сигма минус равняется плюс минус 1,2 Но поскольку они связаны, то всего две возможности Сигма минус равняется плюс 1,2 Но при этом Сигма плюс равняется минус 1,2 И наоборот Так что возникнет дополнительная двойка Отсюда возникнет 4,3 Осталось аккуратным образом поставить все коэффициентики И получится ответ, который я просто и приведу Чтобы на него можно было немножко полюбоваться Да Шина распада хиксовского бозона На электрон изотропового квадрата На электрон изотропового квадрата Она содержит константу альмета И это все простительно На 8 синусов в квадрате На 8 синусов в квадрате Вот этот угол И как угол А вот так состоится Учерно непростительная лимонтика Маста электрона На массу кругового бозона в квадрате Маста хиксовского бозона и на скорости электронных ну и видно, что эта величина чрезвычайно маленькая именно из-за наличия вот этого множителя ну хорошо вот мы получили какое отношение этот расчет имеет к физической действительности ну оказывается, что самая прямая хорошо такая вероятность распада очень маленькая но есть и другие распады есть распад на нему что про нему мы скажем? формула тоже самая? во сколько? а в отношении массы норов на сниора это 200 в квадрате это уже сколько? там 40 тысяч, да? очень приличный множитель есть возможность распада на дау это еще больше, поскольку, да? есть возможность распада на на кварке причем, чем больше масса кварка тем более будет вероятен соответствующий распад какие кварки у нас могут быть? ап, даун, стрэндж что еще? чан но самый тяжелый будет б кварк, да? да, что он будет давать? самый главный план б анти-б так, но топ-парк уже невозможен в одном месте на ТНТТ да кроме того возможен также еще в принципе распад со всякими другими хитрыми каналами ну, например тот, который мы пока не анализировали даже вот мы смотрели такое взаимодействие в рамках этого взаимодействия есть распад на лептонной кварке другие взаимодействия могут повредить другим распадом в том числе может происходить распад на дуглевый плюс дуглевый минус которые, в свою очередь тоже дальше распадаются может происходить распад совсем забавный распад на два фотона он относительно маловероятный но крайне интересный чтобы представить себе реально да какие же при этом возникают ответы вот мы сказали, что для электроны это жутко мало для них режима для миона в сорок тысяч раз больше но тоже вообще-то маловато а вот уже распад ББ от всего набора дает достаточно много я приготовил вам экспериментальные результаты но тогда хотелось бы посмотреть что еще раз повторяю что хотя мы хотя мы как говорится занимаемся самым началом теории обращения а уже все имеет отношение к делу да посмотрите посмотрите ну кто же дает вот эта линия которая там идет фруктируемая она соответствует массе реального фиксовского позона а внизу проставлены что было бы если масса была другая но мы вот на этой линии сосредоточимся видно что самую большую вероятность имеет как раз какой канал БНТБ и он составляет почти 60% от всех возможных распадов следующий по мощности нет а вот такой распад на который в свою очередь тоже распадается еще дальше хорошо вот там да видите в самом низу это уже будет на 1 2 на 3 порядка ниже располагается распад на гамма-гамма почему вообще какой-то разговор про него может вести если у него настолько малая вероятность ну по сравнению с рассладным НПП проблема оказывается в следующем это вот подчеркивалось что это на самом деле очень любопытный процесс а любопытный нам вот почему Если его раскрывать по таким же картинкам, к которым мы должны постепенно привыкать, он выглядит так. Хатлон. Давайте я здесь поставлю так. Числовский бозон. А в конце у нас будет два хатлона. Но вот такого взаимодействия через одну вершину нет. А есть более хитрое взаимодействие через три вершины. Дехиксовский бозон распадается на заряженные частицы. Ну, например, электрон-позитрон. А электрон-позитроны дают пару фотонов. Поскольку эта вершинка мала, мы заранее можем сказать, что здесь будет мало. А чего будет много? А много здесь будет, когда будут стоять тяжелые частицы. Ну, например, мион. Вот это будет беда незаряженных частиц миона. Закон захоронения будет выполняться для начальной частицы. А для промежуточных он не обязательно показывается. Уникальность этого процесса заключается в следующем. Обычно в процессах такого сорта, идущих через промежуточные частицы, если массы этих частей свелики, то их вклады подавлены. Здесь же удивительным образом показывается, что если тут придут тяжелые заряженные частицы, то соответствующая вероятность не стремится к нулю. Почему это замечательно и интересно? Потому что, предположим, есть некая частица X, заряженная. Она настолько тяжелая, что ни на одном ускорителе она не может родиться, поэтому мы ее, видимо, не исследуем. Но в эту петлю она может входить. Из-за уникальности этой петли давать ненужной вклад. Поэтому процесс такого сорта может давать нам намек на то, что существует за пределами того, что у нас под рукой. Понимаете, да? Вот мы исследуем этот процесс, сочетаем его в рамках стандартной модели, в сравнении с экспериментом. И вдруг, если окажется он больше, чем то, что есть на эксперименте, чем по расчету в рамках стандартной модели, то один из путей выхода будет заключаться в том, что, по-видимому, существуют тяжелые завяженные частицы, которые дают вклад сюда. Поэтому иногда этот процесс именуют, как-то, счетчиком неоткрытых частиц. В последнее время какие-то находят ненужные частицы? В последнее время что, что, что? Находят какие-то ненужные неоткрытые частицы? Ну, пока нет. Ну, в том смысле, а, нет. Насчет... Если, говорят, идут поиски, связанные с частицами, то есть, если там, темные лирки, темной материи. Ну, это отдельный вопрос. Мы ставим естественные. А то, что сейчас есть... Сейчас... Вообще-то, на самом деле, как мне удивительно, Хиггсовский басон получали в процессе ослабления протонов на большом огромном коллайдере. Ну, конечно, смотрели не сам Хиггсовский басон, а его распад. Распад, в основном, регистрировался распад на кварке. Это достаточно вероятная вещь. Но в чем заключается трудность регистрации этого процесса? Ну, скажем, когда идет процесс развала на два кварка, каждый кварк затем превращается в некоторый набор дронов. Этот набор дронов нужно выделить из всей кучи, которая там есть. А число такие события не нам уж велико. Вот. С другой стороны, вот этот маловероятный расспад имеет гораздо более ясную сигнатуру. Вы должны иметь два изолированных фотона, да, которые могут лететь на большие углы. Причем их инвариантная масса, то есть их распределение по инвариантной массе, должно иметь пик при массе Хиггсовского басона. И действительно в этом канале их наблюдали. Теперь попробуем поговорить... А, ну да, давайте сейчас сделаем перерыв, потом поговорим еще об одной интересной особенности. И все дальше. Был вопрос об встречных Хиггсовских минус-пучках. Ну, соответственно, мы с вами исследуем такой процесс. Конечно, может быть и обратный процесс. Да. Электрон... Электрон... Выдаем вам Хиггсовский бозон. Все хорошо и замечательно. Но только... И на что это похоже? Это похоже вообще на... Ну, например, на то, что... Чем здесь занимаются много лет. Да. Е плюс, Е минус, например, в Ромезон. Да. Резонансное рождение частицы. Только... Проблема заключается в том, что... Но... Все это будет пропорционально вот этой же самой величине. Ширине распада. Вероятность рождения все равно будет пропорционально ширине распада. Но если для Ромезона, в смотрении, Я имею в виду, что эта вероятность достаточно большая, то для Хиггсовского бозона, поскольку она пропорциональна вот этому жутко малому множителю, то она будет очень мала. И вот резонансное рождение Хиггсовского бозона, вообще говоря, ненаблюдаемая вещь. Приходится тогда иметь дело с процессами более высокого порядка. То есть с процессом, когда, например, электронный пизитрон сталкивается, порождает только Хиггсовский бозон. Но еще какую-то частицу, причем в эту частицу сразу можно сказать, какой она должна быть, да? Поскольку полный заряд ноль и заряд Хиггсовского бозона ноль, то эта частица должен быть нейтральной. Ну, например, Z-бозон. Вот это задача для будущего международного и нейронного коллектива. Одна из самых главных. Поискать Хиггсовский бозон вот в этой вот море. Ну и с этой точки зрения говорят, что хотя Хиггсовский бозон уже открыт в удалениях протонов и дальше будет исследоваться, но исследование Хиггсовского бозона на будущем и нейронном коллективе даст много новых дополнительных следований про Хиггсов. Поскольку здесь очень большой фон, связанный с тем, что сталкиваются сильно взаимодействующие частицы протоны и кроме Хиггсовского бозона, располагающиеся такими хитрими способами. Есть еще жуткое количество разных других огробов. Здесь будет достаточно чистая ситуация, гораздо меньший фон и так далее. Ну, а кроме того, можно попробовать помечтать о возможности наблюдения Хиггсовского бозона на других ускорителях, которые сейчас обсуждаются. Два типа ускорителя, которые регулярно обсуждаются на международных конференциях. Это ускорители со встречными меонными пучками высокой энергии и ускорители со встречными фотонными пучками высокой энергии. И вот удивительно то, что оба проекта этих новых ускорителей были предложены в Новосибирске. Меонные пучки были предложены сначала в городе Буткера, потом в Скринском городе Кучка, а встречные фотонные пучки в этой группе Буткер, Гинсбург, Ходкин, Тельнов и все равно. Так вот, в этом варианте обсуждается прямое резонансное рождение Хиггсовского бозона, которое по сравнению с тем, что я плюс и минус кучка, будет более вероятного сколько раз? Те же самые 40 тысяч раз. И поэтому, хотя до сих пор есть большие технические проблемы в обсуждении этих пучков, но одна из самых главных задач для них, это задача детального изучения Хиггсовского бозона, он там может рождаться резонансным образом в большом количестве. Что касается встречных фотон-фотонных пучков, то их появление возможно, если будет реализован проект международного линейного галактира со встречными Е плюс и минус пучками, то на его основе можно будет реализовать и встречные фотон-фотонные пучки, и тогда там возможно тоже резонансное рождение Хиггсовского бозона. И при этом говорят, что даже если Хиггсовский бозон будет открыт, а он уже открыт, во встречных протон-протонных пучках, то его потом все равно будет интересно исследовать вот твоя реакция на встречных Е плюс и минус пучках, потому что можно достигнуть более детальной информации. И даже после этого интересно будет исследовать его на встречных фотон-фотонных пучках, потому что в этом варианте есть целый ряд преимуществ, связанных с тем, что здесь нужно непременно рождать пару тяжелых частиц, иначе энергия исходно должна быть большой. Поскольку здесь резонансное рождение, то энергия может быть двое меньше. Кроме того, ислечения здесь эффективно, но почти на порядок больше, чем в этой реакции. Но главное даже не это, а то, что, как я уже говорил, есть специальный интерес к этой вершинке, которая может быть исследована на встречных отон-потонных пучках. Ну вот, вы видите, как простой разговор, начавшийся с первого порядка о теории возмущения, достаточно простой, выходит и зацепляется за самые животребещущие проблемы современной физики элементарной частицы. Давайте теперь попробуем посмотреть, а что изменится, если мы начнем, мы последовательно рассматриваем все более услождающуюся науку, да? Если мы теперь начнем рассматривать первый порядок теории возмущений и взаимодействия, отвечающий от квантовой электродинамики. В квантовой электродинамики мы уже знаем, да? Здесь будет стоять вместо Ж, вполне определенная вещь, заряд нашей частицы. Если частица является электром, то это будет отрицательная величина. Дальше, взаимодействие тоже мы знаем. Там выбирается конструкция из биспиноров терако, имеющая объектовую структуру, а вместо нейтральной частицы стоит фотон, который описывается векторным потенциалом. С этой точки зрения, что изменится в нашей картинке? Давайте я попробую красным светом отметить соответствующие изменения. Что касается электрона и позитрона, то их описание останется тем же, что и было, да? Что касается нейтральной частицы, то здесь на месте скаляра возникнет векторная частица. Структура останется той же самой, но что принципиально не изменится в этом месте? Это то, что осталось от старого. Останутся те же самые экспоненты. Останутся те же самые операторы порождение и уничтожение. Это уничтожение и порождение. Но поскольку это векторная частица, то здесь идёт разложение по спинолам. Здесь должно происходить разложение по векторному. По векторному векторному вектору валилизации, да? Это будет... У них должен быть тоже индекска. А здесь, соответственно, будет вектор с обряжёнными. Тоже с индексом К. Но кроме того, вы помните, что эти два векторополяризации могут иметь две различные поляризации. Ну, например, две различные спиральности. Поэтому финирование здесь будет идти помимо того, что по импульсам, ещё и по спиральности. Ну, наконец, с особенностью гауссовой системы Е-НИС связано с тем, что возникнет дополнительные множики курины 4 пи. Итак, что возникло нового? Этот множитель раз, так, этот вектор два, ну и, соответственно, этот вектор тоже. Тогда, если мы рассмотрим соответствующие процессы, легко ничего не повторяя, просто устроить соответствующие изменения. То есть это у нас был процесс воспада. Так, ещё мы смотрели в скалявном случае процесс рассеяния. Точнее, не рассеяния, а рождение со скалбазона. Вы помните, что на самом деле он запрещен законами сохранения, но матричный элемент мы можем засчитать. И он равнялся той же самой величине минус G, но только вместо античастицы здесь будет частица. это будет отталку от P сигна на U от рождение и может как-то так вот. Значит, здесь у нас была картинка такая K. Здесь у нас импульс, это минус, это электрон. Импульс, минус, это плюс, это позитрон. Здесь была такая картинка. Это был электронный цифр сам B, который превращался в электрон киснегу сам B штрих, а там был хисковский бозон с 4-х инпульсом штриха. Так вот, да? Это были вершинки, связанные с величиною G. С этой точки зрения, что изменится, если я стану рассматривать процесс такого сутка? И вновремя, что бы с этого так будет просто. Если я стану рассматривать процессы, электрон переходить в электрон плюс фотон, как это должно выглядеть? Ну, собственно, такая же точно будет картинка. Фетрон сын плюс ан-пре переходит в электрон сын плюс ан-пре трих и рождается потом сын плюс ан-пре срочно мы снова знаем, что этот процесс не может идти по законам сохранения. Но, тем не менее, попытно исследовать просто по той причине, что такие куски могут встречаться в более сложных диаграммах. точно так, что вот этот процесс в принципе идти не может, но в отличный момент его бы вычисляли. Итак, что изменится до этого процесса? Давайте подумаем. У места G будет E. Так. раньше у нас стояло 7-7 приводящее к такой структуре. Теперь будет U от P A. Наверное, наверное, все тут наоборот. Кажется, давайте поставим так. Это начальный, это конечный. Здесь то же самое. Это конечный, это начальный. Но теперь здесь еще между ними есть та же самая матрица гамма. Дальше. Скалярный фотон, скалярная частица Хиггсовского бозона отличала просто плоская волна и никаких спинорных или векторных функций. Теперь у нас есть дополнительная соответственно спинорная векторная векторная поляризация лишней множки 4P. Вот его нужно дописать, конечно, ведь можете. отрубить его возникли. Поэтому поскольку он в конце, это все должно быть еще сопряжено. Так что структура ответа тоже понятна. Если я захочу построить пример аналогичный этому, то у нас это готовый метрик теломатом. Фотон распадается на электрон и позитрон. Картека будет аналогичная. Фотон с индусом К превращается в электрон и позитрон. симпульсом B минус и минус P плюс. И соответствующий матричный элемент как и здесь будет минус корень берет и где что здесь изменится будет та же самая структура У от B минус сигма минус В от P плюс сигма плюс возникнет лития гаммон и возникнет конечно вектор полеизации отвечающий фотонов с импульсом К со спиральной струлянкой. Теперь это будет фотон в начальном состоянии и поэтому он не должен быть сопряженным так что знания которые мы получили на простых моделях постепенно усложняясь переходит в набор знаний уже про содержательные модели контра электродинамики ну если посмотреть на то что получилось можно вывести правила теперь уже правила Фейлера да Итак, у нас в распоряжении есть электроны, позитроны и фотоны Если электрон, позитрон и фотон в начальных состояниях Из того, что мы получили, уже все достаточно хорошо и понятно Начальному состоянию соответствует картинка начальной линии Плоская волна, все экспоненты уйдут у нас в закон сохранения А что останется в чистой виде? Останется вектор бисминор Значит, здесь бисминор, соответствующие частице с импульсом В и поляризацией сигмы В конечном состоянии этой свершинки исходит линия Мы считаем, что у нас время течет слева направо И такая линия соответствует тому, что частица была, но исчезла в этой точке Здесь частица родилась из этой точки Надо сказать, что есть несколько способов изображать диаграммы Феймана То, которым мы не придерживаемся Ну, вообще-то, он связан с европейской традицией чтения слева направо Идущая от греков и латинян Да, есть другая традиция, которая придерживается В Ландау, в книжке квантовая электродинамика Там исходит из того, что очень удобно нарисовать диаграммы так Чтобы нам напоминали структуру матричного элемента А в матричном элементе, как вы помните, да? Начальное состояние слева, справа, коричное слева Так что, в книжке Дрестецкого и Штаревского Геограммы перевернуты по сравнению с этим Ну, это, вообще-то, связано с семейской традицией Которую, по-моему, евреев дочитают справа, наверное Так, теперь, что касается позитрона, да? То позитрона в начальном состоянии отличает частицы, движущиеся обратно во времени И с другим знаковым импульсом Это будет не что иное, как В от П и С Ну, и, соответственно, в конечном состоянии Это будет тоже частица, движущаясь к обратно во времени Это будет В от П и С Посмотрим Вот эта штука соответствует действительно В Так Ну, а в начале у нас не было еще античастицы Но она естественным образом вырисовывается таким Ну, и, наконец, фотон Потом на начальном состоянии изображается волнистая линия, что посвящает его скалярные частицы С импульсом К С импульсом К Ему соответствует Множитель корень из 4 П На Вектор поляризации С импульсом К Эспирамность Ту-лянда В конечном состоянии Будет соответствовать Выходящая волнистая линия И будет соответствовать Вектор поляризации Собряженной Так Я тут не сказал, что будет Здесь будет У Собряженная Вот П Сильная Вот это все картинки Еще дополнительные Пускай следующее А если есть Вершинка Вот как у нас, например, есть Вершинка В этой вершинке Обязательно сходятся Две линии Соответствующим Заряженным частицам Что вообще-то Соответствует Ничему иному Как Требования, чтобы Заряд в начале И заряд в конце Было не тот же И Если посмотреть На теорию Возмущений Да Она Соответствовала Вот Такой Вот По Экспоненте То Видно, что Каждая вершинка Должна соответствовать Минус И Е Е Е Е Е Е Кроме того В каждой вершинке В Между Начальными И конечными Состояниями Стоит Гомоматрица Вот Полный комплект Того Что у нас есть Гомоматрица Что? Гомоматрица Минус 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 С тем Чтобы она потом Связывалась С этим Вот С этим Индексом Начального И конечного Фотома Да Есть еще Одна вещь Которую Все таки Стоит упомянуть Она вот Связана с такой Штукой Которую мы еще Не рассматривали Все эти правила Хорошо Подтверждаются Этими вот Картинками Этими Расчетами Да Все это Вместе взятое Затем Входит Во что? Вот Все это Это Входит С Матрицу Из которой Выделены Корни Те самые Но После того Как выделены Корни В матрице Еще был И И И Умножен Наверное М Так что Все эти структуры Должны Входить Не в М А в И Именно поэтому Само Амблитуда Рассеяния У нас Была Без Гидер По крайней мере Вот В той части Так Еще Одну Штуку Которую Четки Стой Уповеду Здесь Есть До сих пор Смотрели Примеры Когда У нас Либо Рождалась Электронно-позитронная Фара Либо Происходил Вот такой Переход Электрона Электрон И Нейтральную Частицу Что Изменится Если Я Вместо Частицы Рассмотрю Переход Связанный С позитроном То есть Если Я могу Рассматривать Вот такой Процесс С одной С одной С другой стороны Мы сразу Можем Сказать Характер Ответ Ответ В этом случае будет выглядеть Да Картинка будет Какая Ответ В этом случае Е плюс И плюс И плюс Но только По сравнению С этой Картинкой Линия Заряженных Частиц Будет Летти В другую сторону Да Если у нас Вначале Применция частицы С импульсом П То ее нужно Писать Как Минус П В конце Частица С импульсом Ф' Это Ф' И тогда Соответственно Отличный Резмет Будет выглядеть Каким образом Те же Самые Структуры Четыре Би Заряд А что Будет На месте Наших Спинорно Отвечающих Частиц Будет Стоять Спинор Отвечающие Анти Частицы То есть Вместо У Будет стоять Простовая В Так Какие В В Здесь Будет Конечно Будет стоять Что То же самое Что Уранжи Это Потом В В Вот Есть Записанный Ответ Как Он Возникает Смотрим На Гограмму Он Возникает Следующим образом Согласно Тому Что Это Ф И Да Мы Должны Начинать С конца И Вдоль Заряженной Линии То есть Здесь Входит У На У Конечная На Начальная То есть Таким же образом Если Повторить Все Расчеты Здесь Тоже Должны Ухватиться За Эту Линию И Двигаться Против Стрелки То есть Здесь В От В В В От В misman H3 Всё Это так И Ещё Одна Вещь Которую Нелегко увидеть Уже на основе Числах Сопоставления Здесь Возникнет дополнительный знак Гинус По сравнению с тем что было Если Если здесь был минус, то здесь будет плюс. Я хотел бы, чтобы вы осознали, почему это так происходит. Давайте вспомним, откуда возникала вот эта структура. Это всё было внутри функции f , в которой в данном случае начальное состояние отвечало частицей. Синкрусом f , конечное состояние частиц, отвечало тоже частицей. Да, здесь астрисон, тоже частицей. Синкрусом f , а здесь стоял вот этот блок. Что будет в этом случае? Это будет отличать своя функция f , которую выклеит точно так же, но только вместо частиц будут фигулировать античастицы. В крест от посильного, а здесь b от посильного. Внутренность даже самая. Так. Ну и я напомню, как мы жили в прошлый раз. Нужно было, например, вот эту а тянуть направо. И если она по дороге не встретится с окрест, то мы получаем 0. Конечно, окрест есть вот здесь, но мы считаем, что p' и p разные, поэтому эти вещи друг к другу антикоммутируют и дают 0. Тогда окрест может быть только в этом ократоре. Значит, произойдет свертка а с пси согреженным. А крест не останется свернуться только с пси. Вот такой был порядок сверток. Что здесь будет? Здесь картина другая. У нас, я вам напомню, что когда выписывался пси от пси, у нас содержала сумму, в которой входили а и b крест. И опять, когда я потянут b, то если нам по дороге не встретят b крест, то даст 0. С этим b с крестом они антикоммутируют. Так, где у нас штрихи? Вот здесь, вот штрихи. С этим b эта штука антикоммутирует, поскольку b это штрих разная. А где еще содержится b? А он содержит с пси. Значит, здесь возникли свертка вот такая. После этого b крест окажется свертка только с пси, сопряженным. Что изменилось по сравнению с предыдущим? По сравнению с предыдущим, когда я тянул это b, я должен был его перекоммутировать с пси, сопряженным. Но ведь эти операторы у нас фермионные, поэтому когда я перестанал b и пси, сопряженные, возник дополнительный знак на пус. Там такого не было. Здесь была бесятая перестановка и здесь бесятая перестановка. Так что вот когда встречается спинорная линия, идущая от начала до конца, не вот такой вариант, а идущая от начала до конца и от конца до начала, то возникает лишний знак минус. Ну вот, в смысле мы получили полный набор правил Фейхмана. Опять-таки на это для его простейшего варианта, а именно первого порядка теории возмущений. Но мы с вами уже выяснили, что даже первый порядок может быть вполне содержательным. Ну хорошо, давайте мы на этом остановимся. Осталось offset